Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите доложить клинический случай больного местно распространенным раком желудка с увеличенным и забрюшенным лифоузлом подозрительным в отношении метастаза. Пациент 63-х лет, без выраженной сопутствующей патологии, хорошим функциональным статусом. По данным обследования у больного пресневидно-клеточный рак желудка, диффузный тип палауру. На КТ мы видим, что опухоль прорастает все слои стенки желудка, что также подтверждается данными эндосонографии. Также отмечаются увеличенные парагастральные лимфатические узлы и подозрительный лимфоузел у левой почечной ножки 8 мм в диаметре по короткой оси округлой формы. Для оценки метастатического поражения лимфоузлов при раке желудка мы на данный момент используем следующие критерии. Это европейские критерии ЭСМО. где оценивается диаметр по короткой оси 6-8 мм, неровный край лимфоузла, наличие центрального некроза, либо контрастирование этого лимфоузла. И также американские критерии, в которых оценивается диаметр по короткой оси более 1 см. Итак, коллеги, какой дальнейший план обследования вы бы выбрали? Первое – это выполнение ПЭТ-КТ. Второе – выполнение корбиопсии под УЗИ или КТ-навигации. Третье – выполнить диагностическую лапароскопию с биопсией подозрительных лимфоузлов. И четвертый путь – это выполнение предоперационной химиотерапии с оценкой динамикой процесса. И вторым этапом – выполнить гастректомию с забрюшиной лимфоденектомии. ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой имеет низкую диагностическую точность при сневидно-клеточном раке. А вот новый радиофарм препарат – галии дотафапия – эффективнее у данной группы пациентов. Обладает более сильной чувствительностью и специфичностью, но метод пока что исследовательский. И хочу заметить, что у нас в центре он активно внедрен в клиническую практику. Корбиопсия лимфоузлов – это наш основной рутинный метод, малоинвазивный, позволяющий в амбулаторных условиях выполнить верификацию, а также, в отличие от тотальной биопсии лимфоузла, сохранить таргетный очаг оценки контроля лечения при наличии метастатического поражения. Лапароскопия с биопсией лимфоузлов – это также допустимый и эффективный метод. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое не требует длительной реабилитации и можно начать лечение в кратчайшие сроки, в том числе системную химиотерапию. Вернемся к нашему пациенту. Пациенту по месту жительства также было выполнено ПЭТ-КТ с глюкозой, и, как мы видим, парагастральные лимфоузлы и лимфоузлы по ходу аорты и нижней полувены не копят радиофармпрепарат. Корбиопсия в нашем случае пациенту не была выполнена ввиду сложности технического доступа. В нашем центре нам удается выполнить корбиопсию увеличенных параортальных лимфоузлов размерами от сантиметра до полутора сантиметров в 50% случаев с минимальными осложнениями. Исходя из вышесказанного, нам пришлось выполнить пациенту лапароскопию с биопсией лимфоузлов. В перитениальных смывах опухолевых клеток не обнаружено. В одном забрюшинном лимфоузле выявлено метастазы перстневидно-клеточного рака. Таким образом, пациенту установлен диагноз рак теложелудка, клиническая стадия Т4АН2М1, метастаз в забрюшинном лимфоузле, четвертая стадия. В настоящее время весь диссиминированный рак желудка можно условно разделить на 4 подтипа, исходя из молекулярно-генетических особенностей. При иммуногистохимическом исследовании первичной опухоли была выявлена гиперэкспрессия ХЕР-2, и пациенту назначена терапия платино-сторопирамидинами в комбинации с тростозумабом. Конечно, можно было у данного пациента случай расценить как операбельный и выполнить переоперационную химиотерапию с последующей гастроктомией и забрюшинной лимфоденоктомией. Однако нам удалось индивидуализировать системную терапию, исходя из молекулярно-генетических особенностей опухоли. И таким образом можно уверенно сказать, что биопсия забрюшинных лимфоузлов в ряде случаев является необходимым диагностическим методом, который позволяет грамотно установить распространенность заболевания, определить дальнейшую лечебную стратегию сохранения высокого качества жизни больного. И еще раз хочу напомнить и подчеркнуть, что в принятии клинических решений в онкологии при неоднозначных ситуациях всегда стоит придерживаться принципа коллегиальности и мультидисциплинарности и проведения центров компетенции. Спасибо за внимание.